Я приветствую всех участников сегодняшнего вебинара по поиску работы в США. Мы начнем с разговора про резюме, в том аспекте, в каком что там внутри, какие части, пропорции, соотношения и так далее. И я хочу начать с того, что когда-то лет 10-12 назад на форуме на одном я написал такой пост, очень долго сидел и там резюме для H1B подбирал. И очень много их через меня, прошло сотни три. И вот на основании того, что со мной там произошло, я написал вот этот пост. И сейчас уже так я немножко его, может быть, так чуть-чуть отредактировал, но в общем и в целом. Я хочу сказать, что вот то, что здесь есть, за те 10, это было лето 2000 года, а сейчас у нас Новый год только что, значит, там 12-й произошел. Но вот за эти там 11,5 лет немного изменилось. Поэтому давайте мы посмотрим. Значит, проверяйте на вирусы то, что шлете. Сейчас меньше людей шлют резюме с вирусами. Тогда это было более часто, но в общем, ребят, надо убедиться. То есть вы не можете рассчитывать ни на что, если шлете резюме с вирусом. Никто специально этого не делает. Но просто есть люди, которые могут специально убедиться, что у них нормально идет. А есть люди, которые специально не убедились. Вот вся разница. Были и резюме, где люди имейл присылают, а резюме самого нет. То есть они там пишут по тексту, там, please find, attach, там, смотришь, и ничего там не оттачат. Поэтому нельзя так по-разгильдяйски. Надо очень аккуратненько. Это не такой процесс, где можно наскоком или вот так между делом шаляй-валяй. Уже начал делать, делай. Имейл, сабджик. Вот когда приходит имейл, он как-то называется, да? Вот я что-то вижу в сабджик этой лани. Хорошо сказать по существу того, что вы там прислали. То есть вы можете сказать, например, software developer резюме. Можете сказать software developer java, там, еще что-то. Я не знаю, что там, system administration, unix. Но человек, который получает имейл, он примерно понимает, что там. Это действительно облегчает его жизнь. То есть вместо того, чтобы вслепую открывать, он говорит, о, вот человек. То есть помогите им вас найти. Вот грубо говоря так. Вы на самом деле себе очень сильно этим помогаете. Файл, в котором вы храните резюме. Вот вы сделали резюме. Люди пишут резюме. Или пишут там, Вася, Сидоров, резюме. Это неплохо. Но вы скажите, что за резюме. Вот тут, тот пример, который я здесь привел. Тут написано, Борис Петров резюме. Это хорошо. Это лучше, чем просто резюме. Еще лучше, если вы скажете, там, Борис Петров, там, еще одно подчеркиваю. Там, QA, или там, C++, или там, Java. Какие-то. Ну, пару слов. Не надо большого. Но хотя бы имя. Хотя бы имя. Чтобы потом вас найти было легко. Фотографии. Почему я об этом пишу? Причем, некоторые люди делают резюме и туда фотографию вставляют. Из-за этого файлы становятся иногда громадными. В зависимости от того, какого размера фотография. В зависимости от того, какой именно файл, какого типа. Значит, я, что хочу сказать, что я, да, хочу видеть фотографию. Потому что, особенно если речь идет об H1B, да, и люди шлют резюме с другого конца света. Сейчас, конечно, можно дать линк не на фотографию в ссылку в вашем резюме, а можно дать ссылку, например, на ваш профайл на LinkedIn. Но уже на LinkedIn, ребята, уже сделайте, чтобы фотография хорошая была, привичная. Покажите другим людям. Часто бывает, что ты смотришь и говоришь, какой я симпатичный. А другие говорят, боже, какой ужас. Вот я когда вижу, у нас тут риелторы, у них у всех фотографии на бизнес-карточках. И я думаю, боже, как же человек вот такое вот другим людям раздает. Как же он не понимает, понимаете. Ну, вот мы сами не так себя видим, как другие нас видят. Поэтому фотографии, это очень важно. Вы можете фотографии понравиться. У меня были случаи, когда я нанял несколько человек, просто потому, что мне понравились их фотографии. То есть резюме были как-то так, не очень меня впечатлили, а фотографии впечатлили. Я вижу, человек хороший. И я позвонил, мы поговорили, и вроде и пошло. Не было бы там хорошей фотографии, а было бы только вот это резюме, невразумительно, и все. Есть имейлы, с одной только ссылкой внутри. Приходит имейл, там ссылка. Ну, типа, подавись. Знаете, вот там, иди там, разбирайся, там, ни комментария, ничего. Ну, вот, как так, я не знаю. На русском языке резюме некоторые шлют. Я думаю, а зачем же ты на русском-то шлешь? Некоторые шлют на русском и на английском сразу. И я этого тоже не очень понимаю. Если ты шлешь резюме в Соединенные Штаты, в Канаду, я не знаю, в Германию, ну, не шли по-русски, зачем? Не нужно этого. Некоторые люди, вот, я тогда из практики написал, scientific programmer, говорит, и хочет работу там, я не знаю, java developer там или что-то. И вот он думает, что от того, что он scientific programmer, на фортране, что он там делал вообще, этот человек. Я даже не хочу дальше разбираться, это правда. Вот увидел scientific programmer, не хочу. Человек не потрудился сделать резюме так, чтобы хотелось его читать. Некоторые резюме компрессуют, да, там, в zip-файл, в RAR. И я хочу сказать, что не надо этого делать. Если там 20 килобайт, 30 килобайт, 40 килобайт, откуда там мегабайты могут взяться в резюме, если только вы не решите это в картинке накладывать. Не должно быть такого резюме файла, который надо zip-фовать. Если человек пишет, что готов работать по многим профессиям, то понятно, что, ну, как бы нет интереса к этому человеку. То есть он не понимает, что он делает. Резюме пишется на одну профессию. Если ты можешь работать по пяти, значит, имей пять резюме. Каждый на одну профессию. Порядок перечисления навыков. Вот там здесь раздел skills или там summary, где там навыки идут. Вот если, допустим, идет подряд 10 языков, и я хочу, например, там C++, а C++ у него 10-й, или даже 5-й, а перед этим там еще что-то, то я понимаю, что, в общем-то, он не знает C++. И опыт такой, что, когда ты видишь чего-то посередине или в конце, когда начинаешь с человеком разговаривать, в общем, это действительно так и есть. Поэтому, если вы хотите привлечь внимание чем-то, поставьте это вперед. Я понимаю, что не все люди это делают специально или осознанно, или там что-то, поставьте это вперед. То же самое с операционными системами. Он там, допустим, там 10 версий Windows, так он начинает там с 3.0, а, допустим, семерка у него в конце. Не надо, наоборот, сделайте. Я не знаю, кому сегодня интересно там 3.1 или 3.0, но, во всяком случае, начните с семерки. Очень раздражают вот такие 20 лет парню, и, значит, там у него 5 лет стажа. Я понимаю, что у него отмазка найдется. Вот он, ему когда скажут, а как же так? Он начнет, чтобы такое рассказывать. Слушать никто не будет. Ты же не шлешь резюме для того, чтобы тебя позвонили, а ты им тогда объяснишь. Тебе просто никто не позвонит. Или там вместо 10 человек тебе позвонит один. И не нужно вот этих 5. Но если ты чего-то знаешь, то ты это знаешь. Но напиши так, чтобы не вызывать, как бы, недоумение у людей. Много названий, вот, ну, красивых я в кавычках поставил, с понтами. Знаете, люди любят понты. Международный, европейский, совместные предприятия, через одно резюме, там, совместные предприятия. Кого колышет, совместное оно или нет. Ты расскажи, что ты делал, что ты умеешь-то. Ну, я же тебя не за то беру, что оно было совместным. Где работает? В Кремле. Кем? Дворником. Ну, дворник, он и есть дворник, хоть ты где работаешь. Но, может, ты в дворник, не знаю, может, ты в Кремле, майор КГБ при этом, я не знаю. Но, в общем, аккуратно надо с этим. Не гонитесь за красотой вот этой, мнимой, за дешевыми понтами. Гонитесь за серьезным профессиональным содержанием. Не надо начинать резюме с образования. Обычно, когда начинается с образования, это выпускник колледжа, который никогда не работал, ему сказать нечего, вот он ставит образование на первое место. Не надо разукрашивать резюме шрифтами и разными стилями, там, и тоже, вот это вот графическое, так сказать, буйство. Оно не нужно в резюме. Мы еще поговорим об этом, на самом деле, более подробно. Сообщение с аттачментом, без какого-то текста вообще, тоже непонятно, тоже типа подавись. Вот тебе файл и подавись. Напишите что-то. Не надо писать много, но напишите, вот там, интересуясь такой-то позицией, хотя бы. Лучше вообще никакого сопроводительного письма не писать, cover letter, то, что называется, чем писать плохое, безграмотное. Это позорище. Вообще, инженеры не часто пишут сопроводительные письма, и мы об этом поговорим сегодня очень подробно, но когда это написано плохо, с ошибками, как бы класса нет, да, то видно, что человека класса нет. Ну вот хоть ты что делай. Поэтому это против вас действует. Вы себя дискредитируете. Не надо. Лучше вообще ничего. Софтвер, да, название, человек говорит, я работал software engineer-scientific researcher. То есть он где-то работал там научным сотрудником, понимаете, и может быть написал там какую-то программку, два дня работал, я не знаю, на чем, на Perl, на Shell, или там, может на Visual Basic. И вот он решил так совместить. И вот говорит, я теперь, я, оказывается, был software engineer. Ну так уже скажи, что software engineer. Что ты туда пуляешь своего scientific researcher, подрывая, как бы, доверие к тому, какой ты там software engineer. Ежды ты software engineer, то почему обязанности у тебя system administration и user support? Это тоже. Почему с 18 лет поменял 5 работ, но всех был начальником отдела? Да, смотришь, действительно, вот там он, как институт закончил, и уже всюду начальник, он уже главный, он уже там принципл, там еще какой-то, он никогда, не то что entry-level, а просто инженером не был. Он вот, как закончил, сразу был главным. И он думает, что это классно, и что это кому-то понравится, и что это ему что-то даст. Это его дискредитирует. Это говорит, что человек неадекватный. Вот единственное, что из этого можно понять, что человек неадекватный. Он в какой-то другой системе измерений живет. Знаете, как там, попугает тебя больше.